В госавтоинспекции Черкеска отметили полувековой юбилей отряда ЮЭД. Юные инспекторы движения – активные ребята в возрасте от 8 до 14 лет, которые могут осваивать важные знания и навыки, чтобы пропагандировать безопасность дорожного движения. Альбина Кураченова-Кенжева продолжит тему. В зале РЭО ГИБДД торжественно приняли в ряды юных инспекторов движения в честь 50-летия отряда. Ребята получили значки, удостоверения и, конечно же, ценные наставления. Ваша помощь нужна, потому что вы сами видите, как что у нас творится на дорогах. Дети переходят, и взрослые переходят на пешеходные переходы и по правилам, нарушают все правила дорожного движения. Вы, как сами видите, некоторые переходят дорогу, нарушая правила дорожного движения на велосипедах. Для участников ЮИД организуют разнообразные мероприятия при поддержке госавтоинспекции, именно образования и науки. Кроме того, сами школьники с педагогами реализуют проекты, информирующие сверстников и взрослых о безопасности на дороге. В частности, ребята снимают видеоролики, запускают акции в социальных сетях. Что такое инспектор дорожного движения? Это тот человек, который пропагандирует правила дорожного движения. Это прежде всего ваша безопасность, безопасность окружающих. Теперь, вступая в ряды сегодня юных инспекторов дорожного движения, вы на себя взяли ответственность пропагандировать лучшие практики, идеи, значит, правил дорожного движения. В первую очередь водитель, садясь за руль, он, конечно, несет ответственность за себя и за тех, кто на дороге. И человек, выходя на дорогу, где-то переходя пешеходный переход, несет ответственность за себя и за того, кто едет на дороге. Вы большие умницы, вы молодцы, что, во-первых, вы прошли какие-то испытания, вы получили удостоверение, и это действительно вас обязывает. Теперь, мало того, что вы должны следить за своим поведением на дороге, вы еще и можете обращать внимание и должны обращать внимание на тех, кто нарушает. Школьникам не пришлось скучать. Гонщик и маршал из щенячьего патруля устроили викторины с вопросами по дорожному движению. Ребята ходили по зебре, танцевали. Одним словом, весело и полезно проводили праздник. Четвероклассник Саша Нижинский отлично знает о правилах и не забывает напоминать о них друзьям. Переходить только на зеленый свет и при особом знаке, где человечек переходит точно такую же зебру. Нужно осмотреться направо и налево и убедиться так, чтобы там машин абсолютно не было. Если машина есть, ждем пока она проедет. Или если машина далеко, можем показать ей руку и идем спокойно и медленно. Учащиеся узнали о состоянии дорожного движения и правилах поведения на трассе в межсезонье. Специалисты рассказали об аварийных ситуациях и способах, которые помогут их избежать.